Середина 80-х годов прошлого столетия была ознаменована началом строительства Великой Святыни Свято-Феодоровского собора. Территорию для возведения предоставили на пустыре возле микрорайона Луги. Закладной камень освящал митрополит Минский и Суцкий Филарет, патриарш и экзар всея Белоруссии. Документальные сведения об этом событии бережно сохранил личный архив краеведа и журналиста Вячеслава Ильинкова. Первую балку сваи осветил архиепископ Пинский Лунинецкий Стефан. Это событие состоялось 10 января 1992 года. Со временем строительная площадка преображалась Божьей милостью и большими усилиями прихожан. Самой первой возвели маленькую церковь в честь преподобномученика Макарии Игумена Пинского. Мы решили построить храм историческую преемственность, соблюсти и духовную. И поэтому именно храм должен был быть в честь святого великомученика Феодора Тирана. Потому что, как вы знаете, в нашем городе этот храм существовал и этот храм особенным образом почитался, как почитался и сам святой. Храм воздвигли благодаря трудам и пожертвованиям многих людей, священнослужителей и мирян, руководителей городских предприятий. Собор своей архитектурой и величием в некоторой степени напоминает воссозданный в Москве храм Христа Спасителя. Во всей красе он предстал 25 июня 2001 года. Освятил его патриарх Московский в Сеарусе Алексий II. Пастырский визит вошел в историю Пинска. Сердечной радостью и великой благодарностью горожане встречали высокого гостя. С этого момента мы и начинаем свое бытие. А вообще, приход наш существует с 1990 года. Для того, чтобы строить большой храм, вначале был построен маленький храм в честь преподобного мученика Макария Игумена Пинского. Сейчас у нас там тоже совершаются иногда службы, требы совершаются. То есть мы там крестим, отпеваем, иногда венчаем. Кроме того, там есть помещение для воскресной школы, ну и есть пекарня просворня. Ну а в основном он служит у нас как крестильный храм. После освящения начали возводить звонницу. В 2007 году, к 910-летию Пинска, приходу подарили двухтонный колокол. Собор стал духовным центром микрорайона, которым остается и ныне. По случаю 20-летней годовщины с момента освящения в храме отслужили божественную литургию и молебен. Состоялся крестный ход.